Если ты следишь за новинками в мире смартфонов и хочешь первым узнавать, что в тренде и где купить эти смартфоны по выгодной цене, подпишись на канал Алиэкспрессия. Вас ждут новости, распаковки, обзоры и презентации всех новинок и многое другое. Только на канале Алиэкспрессия. Подпишись, ссылку я оставил в описании. Пау! Привет! Привет! Да. Привет всем, друзья! Привет! Рад вас всех здесь. Наблюдать. Как вы? Как вы там? Давайте сначала про вас. Вот я смотрю много. Вы пишете про то, как проходит мой режим самоизоляции. Да, давайте сначала поговорим про ваш. Потому что мой режим самоизоляции, да, я в нем очень часто нахожусь. Да, я понимаю, что я все время где-то здесь, да, все время в музле, тут делаю что-то новое, шевелю, создаю, да. И бывают времена, когда я забываю отсюда выходить на улицу. Ну вот. Сейчас я понимаю просто, что ни у одного меня такие времена настали, да. И... Ну, а если честно, по общению там с некоторыми людьми я реально соскучился. Вот. Что у вас? Вы дома? Вообще сидите по домам. Да, на репите уже несколько часов. Да, да. Вот люди пишут, что открыл бизнес и грянул кризиса. Ну, многие люди реально в шоке, да, сейчас там. Но я вам скажу, если честно, что я какое-то время там переживал по поводу того, что, ну, не скоро будет концерт, да, и не скоро мы с вами увидимся. Да и вообще в целом какие-то там мероприятия, да, будут не скоро. Но со временем все равно, вы знаете, как-то я сейчас перестроился в другой режим. Я понимаю, что это очень хорошее время, чтобы на себя, да, посмотреть со стороны, чтобы, ну, понять, что действительно важно на самом деле, да. О, 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 привет. Подумать, куда мы спешили и зачем. Заняться, возможно, саморазвитием, да, каким-то. Хотя я все время говорю, ну, об этом, да, на самом деле. А здесь на саморазвитие почему-то времени хватает, ну, не хватает. Дни полетели быстрее просто в разы, да. Вот, когда сидишь на одном месте, дни летят просто как секунды. И... Ну, даже это, если честно, не сильно меня парит. Так что не переживайте, друзья, все обязательно будет хорошо, все обязательно придет в норму. Все обязательно мы соберемся, встретимся на концертах, все обязательно увидимся в толпе, помашем руками. Вот, и... Я скучаю, честно, по этой энергии очень сильно, да, я скучаю. Вот. Но... Что ж, бывает всякое. Значит, какое-то, ну, какое-то количество вопросов вы задали мне, да. Первоначально, первое, вот, какое-то количество вопросов про батл, да, независимый. Про онлайн батл. Ну, как впечатление, что вообще, как, да. Впечатление, ну, как были, так и остаются такая для меня, это, да, развлекаловка, там, и... Ну, сегодня, наверное, это вообще особенно кстати, да. Вот. По поводу, сколько времени уходит на трек, от чего это зависит. Да быстро все, на самом деле, сюда пишется все очень быстро. Что касаемо баттла, да, мы вообще не сильно заморачиваемся, и... Ну, получается просто. Я же умею это делать, да. Был ли настоящий хейт с твоей стороны кому-то из оппонентов? К сожалению, пока я никого из своих оппонентов, я просто не знал. Да и какой хейт вообще, о чем ты говоришь? Чьи треки на баттле всегда слушаешь? Ну, слушаю, в основном тех, кто там старичков, да, и тех, кого знаю, на самом деле, да. Там, начиная от Окси, Диги, Крида, да. Ну, известных имен, да, каких-то извечных, известных личностей. Ну, вот. Мне, кстати говоря, понравился очень трек персонажа со странным ником Петухенезис. Ну, трек очень атмосферный и прикольный. Реально какой-то такой необычный персонаж. Крит на баттле мне очень нравится, кстати говоря. Реально что-то новое, да. Такое ощущение, что он скучал по этим всем историям. Ну, а Толик Цой, привет. Привет. Трек на шестой раунд еще не готов. И 17-й баттл здесь следит за нами. Трек на шестой раунд еще не готов. 17-й баттл, уважаемый. Но я обязательно исправлюсь. Как бы времени куча. И предыдущий раунд вообще я только прилетел тогда, когда заканчивался раунд. Лиза, привет. Привет. Доброе утро. Вот. Так что обязательно успеем, обязательно сдадим, не переживайте. Значит, много вопросов про онлайн-концерт. Вот. Кстати говоря, Лиза вчера елкой завела вот эту историю. И со вчерашнего дня очень много людей стали меня спрашивать, а будет ли какой-то онлайн-концерт, да, будет ли... Будет. Обязательно будет. Причем, возможно, это будет концерт с старыми треками, которые очень давно не исполняли. Может быть, какие-то треки будут, которые мы не исполняли никогда, да. И... Сейчас просто я думаю, как лучше это сделать, да. Как только я придумаю, тогда будет обязательно. Да я не серчаю, но... Надо, значит, надо. На самом деле, я сам уже соскучился, поэтому хочется что-то, да, положить на биток так для всех, не только здесь себя одному в этом... в конуре. Много присылают идеи в директ по музыке и битам. Кому-то удалось с тобой поработать. Кстати говоря, да, после того, как... Я написал, да, о том, что ищу какие-то новые там... Новые истории. Вот, по битам. Особенно по битам. Да, по фитам. Я не имел в виду фиты, то есть, там, как бы... Много прислали, интересно. Спасибо всем большое. Вот, я много чего отслушал. Кое-что. Кое-что понравилось. И... Даже несколько новых каких-то имен там для себя открыл. Вот. Возможно, мы будем... Сейчас, секундочку. Не понимаю. Чем увлекаешься в свободное от творчества времени? Сейчас этот вопрос, наверное, тоже, да, очень актуален, друзья. Чем вы занимаетесь там в свободное время на... Домашнем? Я придумал уже кучу всего. Я занимаюсь спортом. Да. Неожиданно я решил возобновить свои занятия спортом, когда все спортзалы закрыли. Ну, вот. И я выдумываю здесь такие вещи, что когда я отсюда выйду, да, я буду преподавать новые занятия с бутылками, банками и прочим, что можно поднимать. Куча всего интересного. Слушаю кучу разной музыки. Да и все, наверное. Опять же, вернувшись к тому, что... Дни летят очень быстро. Случается и все. Сейчас я тут кольфу, где просто... Слушаю кучу разной музыки. 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 Продолжение следует... 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 очень хорошо у вас там столько времени столько дел за одну минуту а я сижу просто пытаюсь за это время разобраться как вообще подключаться в эти живые трансляции я уверен что она скоро обязательно вернется с нами ёлка да по нашей тоже но как бы я в своей также то есть я здесь у себя заизолировался на студии стал только больше на самом деле над новым работать всяким материалом и но много есть всего интересного так что это время пролетает слава богу как бы для меня но скорее полезно да как минимум как минимум да у меня такое количество мне спрашивают чем занимаетесь мне такое количество всяких предложений и запросов на онлайн-концерты на выходы и так далее так получается что дни просто пролетают один с другим я не успеваю отвечать на какие-то сообщения и готовить все эти концерты вот я собственно вот этим вот занимаюсь давай скажем всем что 10 апреля премьера нашего замечательного трека небо в глазах 10 да да я их обожаю люблю и самое главное что в них нет то для меня непривычно для артистки полина гагарина непривычно что-то мне абсолютно звук раздваивается блин нет доли страдания понимаешь потому что у меня но мы пострадали как следует в нашей предыдущей мы пострадали как следует в песне смотри и решили что хватит страдать надо писать только о надежде о любви о свете и о том как вообще люди могут растворяться в любви и как она вдохновляет и после этого появляется небо в глазах и море внутри я очень рад именно сейчас 10 числа да она выходит время когда люди необходимо да на самом деле очень круто что именно сейчас я буду ее ждать вот я уверен что будет а вот тин конг тоже к нам присоединился тин конг привет сам продюсер нашего трека да 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 человек с которым мы делаем все вот эти вот большие замечательные песни не только он один там еще есть люди вот очень жарко у меня в этой комнате оказалось я раздеваюсь только здесь друзья я очень рада что это именно в пятницу произойдет я очень иду мне кажется я так не ждала ни одного релиза своего так что надеюсь что друзья надеюсь что она как принято сейчас говорится на вам как следует зайдет вы будете ее слушать обязательно послушайте друзья я написал по линию еще одну песню вот предыдущие мы сделали да там смотри да и вот сейчас выйдет еще одна обязательно все а давай скажем как так получилось что мы собрались и встретились это такой расскажи и ты или я это такой музыкальный кэмп на музыкальный кэмп на самом деле ну вова да придумал чинг-конг эту историю вот о том что песня да она не просто там пишется одним человеком где-то в закутке там да у себя дома то что во первых создается специально непосредственно для определенного артиста исходя из его данных из его данных из его вообще души внутреннего мира да вот и ну как бы создается такой целый продюсерский лагерь да ну вот и ну как бы все начиная там от мелодии до заканчивая словами это большая такая получается работа вместе с артистом да такая большая работа в которой участвует вот как бы много людей да для меня для самого этот опыт достаточно новый да и ну как по мне вот то что была предыдущая песня да она удалась прям именно то что мы задумывали осуществилась прям насколько это было возможно я очень надеюсь что и дальше это будет осуществляться и только вырастать да что будем мы привлекать к этому возможно еще больше людей да то есть как бы очень круто простор чтобы развернуться да вот когда как бы сейчас постараюсь подобрать слова вот словами в песнях у меня хорошо ну очень круто когда люди которые да там да из разных жанров даже да там они все попадают на одну волну да и стирается вся эта межжанровая там ну все вообще стирается вот кроме музыки в этот момент да и получается этот результат хотя я терпеть не могу это слово но таковое есть в нашем языке поэтому получается какая-то соединяются энергии соединяются мысли вот и в процессе этого происходят какие-то волшебные вещи вот как случилось второй раз это надо обязательно это практиковать вот чтобы случилось подключать еще талантливых музыкантов да да музыкант конечно же такие практики есть по миру ну понятно да я не говорю что мы придумали это в едином числе самые первые ну да но просто в как-то у нас это не сильно практикуется или есть как бы один продюсер вот музыкальный как был у меня Константин Меладзе который непосредственно делал все от начала до конца то есть вот являлся и музыкальным продюсером и глобальным да вот да а вот такого скажем темпа и собрания людей как бы почему-то у нас до этого не делали а это очень интересно я тоже никогда не участвовал с собой да как сделать так чтобы мне лицо не светилось я вообще не в самом деле вот так что Санечка в общем ты пребываешь в отличном настроении я жду того момента когда мы сможем да да и продолжить нашу чудесную работу но если у тебя будут какие-то мысли пожалуйста звони будем оп еще раз больше да будем ваять онлайн будем это делать в фейстайме мы можем даже показать что-то ребятам в прямом эфире обязательно обязательно я тебя очень рад слышать творческих всяческих успехов бомбовых концертов и ну всего самого спасибо тебе тоже я желаю не унывать писать как можно больше музыки потом мы это все запишем и оборвем все хит-парады ура ура целую тебя отличного дня обнимаю обнимаю пока пока куплетик напоследок да я еще никуда не ухожу ну вот как раз среди вопросов да пришло пишет ли ты песни для других артистов у кого можно услышать текст ада у нас и ты когда-нибудь продюсировал треки для друзей коллег да у нас ну помимо моей деятельности да у нас еще есть здесь студии и ну иногда этим я занимаюсь да насколько ты лиричный в жизни ты когда-нибудь плакал во время просмотра фильма я не сильно лиричный если честно в жизни но во время просмотра фильма конечно я плакал вот особенно почему-то очень сильно меня задевают фильмы если там касается дело животных вот особенно где там что-то с собаками и вот эта история мне прям иногда трогает душ студия все так же на крыше нет уже нет уже не на крыше и чувствуешь ли ты контраст в творчестве на протяжении своего пути и что этому способствует да я всегда пишу о том что есть перемена пути способствует другому творчеству вот и все как ты считаешь рыночные отношения поддерживаешь ли ты с ним связь да поддерживаю но с бразиком регулярно на связи насколько это возможно да все нормально у него надеюсь скоро и увижусь да как ты считаешь как время изменит музыку вернется ли андеграунд рэп который ты писал как ты писал с рыночными отношениями да он никуда не уходил то есть вопрос в том что у него просто стало меньше слушателей да и это скорее просто ностальгическая волна какая-то да для тех кто рос на такой музыке а так но музыка развивается и она становится ну где-то другой поэтому если даже вернется вот что-то подобное я думаю оно все равно будет в каком-то обновленном стиле да вот я не знаю насколько это изменится да должен ли художник страдать вот кстати хороший вопрос я думаю что не обязательно смотря в чем ты ищешь вдохновение в страдании легко находить вдохновение да поэтому так много грустных песен поэтому сложнее намного находить вдохновение в счастье потому что счастье надо еще удержать да но как правило короче чем страдания раскрутить страдания очень легко и в них потом и искать да и копаться а вот поддерживать части это совсем другая история вот когда теперь можем будет услышать тебя в живую я не знаю а хотя нет почему я не знаю я знаю когда отчаянно ответила знаете что все в ноябре в ноябре будет концерт в глав клубе осенью блин не помню точную дату 13 ноября мне подсказывает но видимо да 13 ноября вы лучше меня знаете когда 13 ноября в глав клубе обязательно будет большой сольник да я думаю что время соскучиться как раз будет за это время будут ли еще отдельно встречи с поклонниками ну так же да конечно обязательно будут обязательно когда когда будут песни хмельной туман и раненое сердце будут вот в очередной раз видите немного под затянулась работа над ними да ввиду некоторых обстоятельств вот но они обязательно будут очень много вопросов спрашивали про арсения да мы с ним недавно выложили совместный такой отрывок вот короткий который я даже не собирался выпускать да да и ну и не собираюсь пока делать из этого какую-то историю вот но тем не менее очень много спрашивают и вообще про арсения я понимаю многие скучают там да по нашей совместной работе да и я в принципе да и вот трек громче чем гроза про который вы очень много спрашиваете ну появилась идея как-то с ним сейчас его сделать да я думаю что нам с ним даже стоит также созвониться пересечься здесь в прямом эфире и ну короче подумаем как это организовать арсений да я за нашу совместную работу всегда а когда будет что-то новенькое по мерчу будет пока можете посмотреть и старенькое тоже как бы все работает если вам вдруг не в чем ходить сейчас на данный момент берите арчи жив все нормально все нормально делали только что с черным небольшой такой трючок это пока все что есть из идеи по электронной музыке идей по электронной музыке сейчас реально немного не курю ну вот вкратце друзья как-то так как-то так я вам хочу пожелать чтобы вы в это время да не скучали не скучали друг друга берегли не делали глупостей и верили в то что все обязательно будет хорошо в скором времени я много ваших вопросов запросов прочитал понял что-то из этого обязательно осуществим и сделаем я вас благодарю за вашу поддержку за ваше присутствие здесь и очень рад что в отсутствие наших концертов по вам соскучившись мы можем хотя бы здесь как-то пересекаться и общаться для меня всегда там трансляция это такая история я до сих пор не совсем понимаю иногда для чего это делать да и лишь вот выходя сюда и ощущая какое-то общение да ощущая от вас какую-то отдачу каждый раз ну я никогда об этом не жалею все на самом деле намного проще я очень рад вас видеть будем обязательно делать подобные трансляции спасибо всем не скучайте спасибо 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 спасибо